Всем привет! Эта тема будет посвящена волосам, уходу за волосами. Мое такое главное, основное видео, которое на моей страничке, это все мои эксперименты, которые происходили с волосами. Они у меня были длинные, розовые, белые, темные, черные. Я, кто давно подписан, смотрит за моими новостями. То есть у меня были все, наверное, цвета, которые можно только предположить, цвет волос. Так что в уходе за волосами я чувствую себя просто экспертом, потому что каждый раз мне хочется найти что-то новое, лучше, лучше, лучше. Использовала я и какие-то дорогие продукты, и пробовала дешевые. Что я хочу сказать? Раньше я считала, что самым главным в уходе за волосами является маска или бальзам. Сейчас я немножко поменяла свое мнение. Я понимаю, что шампунь, подобрать правильный шампунь для волос, это практически залог успеха, чтобы у вас волосы были потрясающие. Почему важен шампунь? Вам еще, в общем-то, да, основная цель шампуня – это очистить волосы, но делать это нужно максимально деликатно, потому что каждый раз, когда у нас очень такой сильный, сильно очищающий шампунь, то, наверное, его нужно использовать раз в неделю или даже, может быть, реже. Я знаю, что есть у Пол Митчелл такой супер очищающий шампунь, который, в общем-то, подготавливает волосы перед ламинированием, то есть он полностью, да, вот эти чешуйки он поднимает, вычищает оттуда все. В общем-то, даже с помощью этого шампуня Пола Митчелла, я, может быть, оставлю картинку или еще что-то, ссылку, можно даже на несколько тонов, на пару тонов, может быть, на один тон осветлить свои волосы. Настолько сильные шампуни бывают. Если пользоваться обычными масс-маркетовскими такими шампунями, Hand Shoulders, Fructis и все остальное, я должна сказать, что это достаточно такие жесткие шампуни, которые предполагают, что вы должны мыть голову каждый день, потому что когда так высушивать кожу головы и, в общем-то, вот эту вот часть, да, нужно использовать какие-то сильные маски, сильные такие, сильно увлажняющие бальзамы после таких шампуней. Я сейчас для себя подобрала идеальную линейку шампуней, которым хочу с вами поделиться. В общем-то, давно я использовала шампунь Керастаз. Это дорогостоящая такая вещь, но я считала, что это самый лучший шампунь, лучше просто не найти. И, да, сейчас у меня есть новый такой вот Керастаз. Сердечки тут налеплены. Керастаз, что? Да, он большой, он где-то стоит в районе 3,5 тысяч. Маленький, получается, ужасно невыгодно, где-то в районе 2 тысяч, да, там, получается, 250 миллилитров. Если вы хотите купить себе Керастаз, это действительно стоит того, лучше покупать сразу большой. Что я хочу сказать? Где-то месяца два назад мне подарили этот шампунь, это новый. До этого я попробовала Керастаз Кристаллист. Он тоже потрясающий, мягко, деликатно ухаживает за волосами, очищает. После него, если честно, такое ощущение, что как будто бы бальзам и не нужен. Но совсем недавно, месяц назад, я зашла в профессиональный магазин для волос, там разная косметика. И я нашла для тебя идеальный вариант, который стоит не 3,5 тысячи, не 3 тысячи, а 500 рублей. 500 рублей за 1 литр. То есть и там литр, и здесь литр, но это стоит всего-навсего 500 рублей. Он просто идеальный. Что там, что здесь. Он идет без парабенов, но многих смущает вот эта вот надпись без СЛС, без парабенов, потому что, как правило, это натуральная косметика, которая не промывает, то есть они такие эко, да. Но на самом деле, натура Сибирика, это все мне не подходит. Здесь пенится, запах, как Versace Crystal, что-то такое свежее, нежное, после него волосы пахнут, очень нежно. И действительно хорошая вещь. В общем-то, знак равно можно поставить вот этой вот марке. И Керастат, что Олин, Silk Touch, да, без парабенов, для окрашенных волос. В общем, не надо, для окрашенных и неокрашенных. После него волосы просто идеальные. Следующая вещь, такой шампунь, я просто на пробу взяла, зашла в Литуаль, хотела что-то новое. Понимаю, что все шампуни мне не подходят, волосы к ним привыкли. Я не про эти говорю, да, просто я пользовалась такими Head & Shoulders, еще что-то. Для себя я открыла такой шампунь, как вообще, в принципе, марка, да, мне очень понравилась она. Керанова. Вот эта красная линейка, она идет для окрашенных волос. Почему я выбрала ее? Она стоит где-то 270 рублей со скидкой. Во-первых, я никогда не пользовалась этой маркой. Второе, это чисто французская. Штрих-код 3.1. Все здесь на французском написано. И на английском, то есть стикер с переводом. Почему он мне понравился? Он пахнет черешней. Кто пользовался духами Gucci Rush, это он. Это он, запах остается очень долго на волосах. Можно даже парфюмом не пользоваться. Действительно классный. Бальзам из этой линейки, он жирный. То есть можно вот на эту часть наносить, на всю голову не обязательно. Очень хорошо увлажняет. Классный. Но единственное, что если часто, может быть, им пользоваться, может чуть-чуть перегружать. Между прочим, здесь тоже написано, что он без парабенов. Пенится идеально, запах идеальный. После него волосы не высушены. Плюс сохраняет цвет волос. И бальзам крутой. Еще на пробу вот, да, вот, вы видите. Я взяла такой увлажняющий. Он немножко попроще. Запах нейтральный. Кому не нравятся яркие запахи, в общем-то, рыжая линейка будет как раз-таки для вас. Это сейчас мой must-have. Керастаз у меня по праздникам. Потому что я понимаю, когда он закончится, я себе не куплю его. Не только потому, что он дорогой, но и потому, что есть альтернатива вот этой марки Olin. Из марки Olin я одновременно купила вот этот большой розовенький и вот такой. Он стоит 500 рублей также. Это я покупала в Тамбове. Здесь 300 миллилитров. Очень такой дизайн. Натуральный, лечебный. Как будто бы какое-то лекарство. Я купилась на запах. Запах чайное дерево. Мне показалось, что он будет хорошо очищать. Это Clarified Shampoo с бамбуком, экстрактом бамбука. Просто очищающий на самом деле. Немножко даже жалею, что я его купила. Не жалею, что попробовала. По крайней мере, знаю, что не стоит своих денег. Здесь поменьше объем. Тот розовый прям очень сильно советую. Здесь очищает так себе, приятный. Он очень жидкий. Вы льете. То есть он даже на ладошке не остается. Он весь вытекает. Я не совсем поняла эту концепцию. Поэтому розовенький советую. Киранова обязательно. Те, кто живет в Москве. Во всех городах есть Литуаль. Обязательно попробуйте Киранова именно красную. Красную линию для окрашенных волос. Вот. Это только такая прелюдия. Дальше мы пойдем по краске для волос. Масла и так далее. Большое спасибо за внимание. Всем удачного дня. Любите себя. Ухаживайте за своими волосами. Пробуйте что-то новое. И, да, делитесь своими советами, идеями, какие вам шампуни для волос подходят. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. И пока-пока.